Продолжение следует... Вот в чем. Ну, просто так из твоего ролика вытекает. Многие, по крайней мере, так поняли, что ты косвенно призываешь все-таки голосовать за Путина. Вот мы записали сегодня ролик с Поповым, которому я напрямую задал вопрос. Ну, все-таки, как спокойнее, как предпочтительнее, с вашей точки зрения, президент Путин или президент Грудинин? Он так сказал, Путин спокойнее, привычнее. Куда поведет Грудинин, непонятно. Вот ты сможешь солидаризироваться с этим? Нет, ни в коем случае. Я считаю, что основная задача всех левых сил сегодня – это организовать сбор подписей за то, чтобы наш любимый, единственный и единственно возможный президент Владимир Владимирович Путин поменял фамилию. Стал бы Владимиром Владимировичем Грудининым. Вот если он поменяет фамилию и станет Грудининым, Владимиром Владимировичем, вот тогда будет шанс на революцию сверху. Но очень мало людей разделит твой юмор сейчас. Хотелось бы серьезно все-таки? Я сейчас почти не шучу, потому что я даже в лупу не вижу, чем Владимир Владимирович Путин отличается от Павла Николаевича, могу ошибиться, не сочтите за пренебрежение Грудинина. По-моему, Павел Николаевич его зову, да? Почему? Потому что кто такой Павел Николаевич? Это человек, который побывал в партии «Единая Россия» и состоял в ней до 2011 года. Успел побывать доверенным лицом Владимира Владимировича Путина. Потом он выиграл на этих странных праймерис, что такое праймерис имени Удальцова и Шевченко, когда Шевченко внезапно из ультрапутиниста, буквально там за считанные пару дней переквалифицировался в ультралевый и стал таким левым, что даже противно с ним находиться, настолько он левый стал. И они вдвоем замутили некий праймерис, который были никому неинтересны даже в узкой левой среде. А потом по итогам этих праймерис оказалось, что никому до этого неизвестный господин Грудинин эти праймерис выиграл. Потом Грудинина выдвинул съезд НПСР, полностью подконтрольный КПРФ. А потом съезд КПРФ выдвинул товарища или господина Грудинина в президенты. При том, что КПРФ партия абсолютно подконтрольная Кремлю. Что интересно, мы же все, наверное, знаем, насколько КПРФ управляется Кремлем. Это была такая интересная операция, которую я бы назвал бы, если там творческое название выбирать, операция Кукушка. Была некая партия, в ней буквально за неделю в гнездо закинули большое, умеющее уже заранее говорить за все хорошее и за все плохое. Благо, за 10 лет-то в ядре это точно человек понаблатыкался этим мазам мастерства. И вот он вам, пожалуйста, вылупляется в гнезде КПРФ в качестве левого кандидата. Причем, что интересно, я из этой партии в свое время ушел, потому что счел ее полностью подконтрольной Кремлю. Я даже теперь думаю, а ведь, наверное, если в КПРФ были такие люди, которые, наверное, лучше были подготовлены, которые догадались бы, что не нужно уезжать на новогодний отдых из России, которые бы нашли с чего ответить Соловьеву в передаче о том, как вы вообще видите все будущее развития России. Не важно даже, что именно они будут отвечать. Главное, что на вопрос, вы видите Россию как новый Китай, вы хотите китайский путь, или вы хотите обратно вернуться к Советскому Союзу, или еще что-то. Я даже сейчас не говорю о том, что именно они бы ответили. Я говорю о том, что у них бы хватило бы разума заранее подумать, что они будут отвечать на эти вопросы. И я таких людей даже в нынешней давно кастрированной и давно обезглавленной партии вижу с десяток только в первом эшелоне. Я не говорю про всяких там безымянных секретарей горкомов и райкомов и обкомов. Но ты ведешь к тому, что почему не они, а почему Грудинина. Да. Нет, но это на самом деле очень легко можно ответить, потому что кто они такие, чем они занимались, кто их знает. Грудинина легко поставить на витрину как правильного, хорошего капиталиста, хозяйственника крепкого, потому что нам наглухо перекрыли возможность говорить о социалистическом пути развития. И поэтому нам нужен правильный, хороший скандинавский капитализм, который уже почти социализм. Социализм. И вот он, этот человек, который построил социализм в отдельно взятом совхозе, который нифига не совхоз, но не важно. Но зато его очень удобно поставить, в медиа выставить вот таким человеком, и он может набрать определенное количество голосов. Его еще никто не знал. Собчак гораздо больше знает, даже Катю Гордон больше знает, чем его. Но тем не менее он их обгонит и уже обогнал. И мы понимаем, что он наберет гораздо больше голосов, чем все эти девочки и мальчики вместе взятые. Мы же это понимаем. Поэтому, что тут говорить про каких-то неизвестных секретарей КПРФ? Ну, вы же сами только что ответили на свой вопрос. Два месяца назад мы не знали, кто такой Грудинин, а сейчас узнали. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что все мы, и противники, и сторонники Грудинина, все прекрасно понимаем, что выбран будет Владимир Владимирович Путин. К чему тогда вообще весь этот шум? Почему? Не все об этом знают. Кто не знает? Покажите мне пальцы. Люди фанатично преданные КПРФ и ближайшие к ней псевдолевым, или может быть не псевдолевым. Нет, ну это дезадаптанты, это люди психиатрических клиник. Зачем мы сейчас о них будем говорить? Они до сих пор думают, что мы сейчас придем, выберем Грудинина, и Грудинин станет президентом. Ну и что? Ну мало ли кто о чем думает. Но мы же говорим сейчас о реальной политике. О не фантазиях, не очень здоровых на голову людей. Для чего это нужно? Для того, чтобы люди пришли на избирательные участки и проголосовали. Для повышения явки это требуется. Вот. Несколько дней назад в своем твиттере профессор МГИМО, доктор исторических наук Валерий Соловей, опубликовал такой пост. Я сейчас безотносительно к личности этого господина. Просто этот пост выражает мнение определенной части людей. Он говорит о том, что аппарат президента подсуетился, потому что они боятся не собрать нужную явку. А вот, то есть Собчаком даст 2-3% дополнительно, а вот Грудинин может довести до запланированных 68-70%. Ты согласен с этим? Ну что, такова цель, по крайней мере, введения этого персонажа в выборы. Вы знаете, я так бы сказал на этот вопрос. Кремлю нужна высокая явка или низкая? Судя по всему, Кремлю нужна высокая явка. Иначе бы патриарх Кирилл... Для чего? Для Запада? Я думаю, что для Запада. Патриарх Кирилл и близкие к нему муфтии, они говорят о том, что обязательно все верующие должны прийти на выборы. Песков, который уже хотел его назвать патриарх Песков, он пока еще не патриарх, но это все вещи взаимозаменяемые, так я скажу. Пресс-секретарь президента, он намекнул о том, что неплохо было бы прокуратуре заняться людьми, которые призывают бойкотировать выборы. Кремлю нужна высокая явка. Соответственно, если левый в кавычках или без кавычек электорат придет на эти выборы, то явка повысится. Для чего это нужно Кремлю? Я думаю, что это действительно цель оправдаться с одной стороны перед западными партнерами, а с другой стороны перед внутренними партнерами. Тут даже такой левопатриотический спектр, даже с таким националистическим, наверное, душком, потому что вот эта вот часть, она, в общем, до этого не очень-то была кандидатами охвачена. Кто у нас представлял националистов? Практически никто. А вот здесь Грудинин, получается, выдвигается от вот этой, как ты ее назвал, НДПС, БДСМ, как она там называется? НПСР. Вот, и там же, собственно говоря, националисты тоже представлены. Ну, насколько я понимаю, там представлены националисты полностью подконтрольные КПРФ, это такие карликовые, часто фриковские или полуфриковские организации, очень странные. Но, тем не менее, это может создать иллюзию того, что господин Грудинин выдвигается от какой-то широкой коалиции лиц. Но, тем не менее, твои фантазии о том, что вот все сразу спрашивают, а что он предлагает, а что ты предлагаешь? И твои вот эти предложения, что я бы проголосовал за Сталина, ну, понятно, что это тоже фантазия. А если вернуться так на землю, на сегодняшний день? Не ходить на выборы, с твоей точки зрения. Представьте себе ситуацию, вот вы сидите на балконе и курите. Рано с утра вышли на балкон или там на крыльцо, сели, закурили сигарету. А рядом две толпы. Одна говорит, немедленно идите на выборы, а другая, поэтому присоединяйтесь к нам. А другая говорит, мы объявляем этим выбором бойкот, никуда не ходите, сидите дома, бойкот выбором. А вы сидите и курите, все равно никуда не идете. Значит, присоединяется к тем, кто никуда не идет, правильно? Ну... Все равно же принимаешь сторону одной из этих тусовок. По факту ты просто сидя дома и ничем не занимаясь, какую-то сторону принесешь. Я далек от того, чтобы призывать к бойкоту или наоборот куда-то обязательно прийти проголосовать. Я считаю, что в стране, которая с детства знает всякие зэковские разводки, типа там, вилкой в глаз или еще куда-то раз, ну, не нужно заниматься всякими вот подобными вещами. Здесь все люди с детства эту поговорку знают и... То есть, сидеть на попе ровно и ничего не делать? В данной ситуации, я считаю, что от этого будет больше пользы, чем от того, если вы побежите агитировать за Грудинина или против Грудинина. А в чем, собственно говоря, вред будет? Вред от того, что вы куда-то побежите в условиях, когда ваши враги ожидают от вас, что вы покинете свою табуретку, ну, по крайней мере, вы врагам приятного не сделаете. Хорошо, но для тебя теоретически может существовать такой кандидат в президенты, естественно, из буржуазного спектра, который, на твой взгляд, был бы лучше действующего президента, из-за которого стоило бы даже левым пойти отдать свой голос. То есть, какое-то улучшение действующего режима без смены строя, естественно. Из буржуазного спектра? Да, конечно. Что мы имеем в виду под буржуазного спектра? Допустим, Грудинин, о котором ты сейчас говорил, как он выступал у Саввёва, допустим, он сказал все то, что ты хотел бы услышать. При этом он продолжает оставаться миллионером и предпринимателем. Значит, смотрите, давайте попытаемся рассмотреть ситуацию. Вот есть некий Грудинин. Он обещает национализацию природодобывающих и транспортных сетей. И вот, так сказать, хорошо, ему дадут этого сделать, если он теоретически выиграет на этих выборах. А кто? Ну, он придет со своей командой. С какой командой? А правительство народного доверия? Товарищ Юганов сформировал давно. С командой, которая полностью и на 100% состоит из людей, давно аффилированных с властью. Ну и что? Я в это не верю. Я теоретически готов поверить в то, что возможно социалистическая революция сверху. Так. Для этого знаете, что нужно сделать? Даже не нужно сделать. А вот для этого что нужно? Для того, чтобы пришел некий готовый человек, например, сидящий где-нибудь со своими преображенцами и выращивающий из них то, что сейчас на политологическом этом псевдоязыке. Называется контр-элитой или альтер-элитой. Вот он ее там выращивает, а потом он приходит сюда и расставляет их сразу всех по основным постам. Примерно человек тысячи у него есть готовых управленцев. Может быть не очень соответствующих своей должности, но тем не менее они дисциплинированы, повязаны некоторой внутренней. Даже не только дисциплиной, а этикой поведения. Отличной от того, что есть сейчас. Откуда сейчас возьмутся такие люди? Я теоретически еще готов был бы допустить, что такие люди возьмутся у Рамзана Ахмадовича Кадырова. Вот он там сидит и выращивает чеченских управленцев, которые могут сходу захватить там и нефтяные потоки, и газовые, и лес, и металлы, и черт знает еще. И вот так вот их прямо вот так взять, кооптировать. А всех предыдущих там Сечинах, Абрамовича и Набиуллиных подвесить на дыбу. Но мне что-то подсказывает, что в России, учитывая ее специфику и учитывая специфику Рамзана Ахмадовича, у Рамзана Ахмадовича не найдется ни интеллекта, просто вот это не уровня Петра Первого или Сталина человек в плане интеллекта. Не найдется понимания страны и происходящих в ней процессов. И у его гвардии не будет такого управленческого опыта и руководящего потенциала, чтобы это удержать. Ну и кроме того, его просто фамилия, как Рамзан Ахмадович, если чеченец придет в Россию, это будет повод для того, чтобы вся страна встала. А где еще такие люди могут выйти в Россию? То есть, ты не допускаешь вот эту теорию башни Кремля, ты считаешь, что власть монолитна и никаких там подковерных ковер нет? Да, нет, там есть дохрена подковерных ковер. Вы начнете заниматься компрадорской деятельностью. Если вам начнет больший доход приносить деятельность не компрадорская какая-то там ВПК или еще чего-то, вы начнете... Обычно, как практика показывает, люди занимаются и тем, и этим с переменным успехом и в любой момент готовы переключиться на то, что им приносит больше доходов. А что им приносит больше доходов? Они все встроены в систему, выстроенную давным-давно нашими западными партнерами. Ну хорошо, Глазьев. Кто? Глазьев. Это который вместе с Рогозиным, вместе с Болдыревым, Конгресс русских общин, там еще... Но он предлагал программу выхода из кризиса. Я тоже вам могу предложить программу. И его, в общем, поздно его за это. Вот примерно так же, как Соловьев и Грудина. Вы что, хотите назад Советский Союз и так далее, и так далее. То есть, это выглядело даже очень так революционно и леваческо. А он против Советского Союза был или за? Этот самый... Глазьев. Глазьев? Не, ну он примерно так же, как Грудин на тебя, отвечая на вопрос. Ну, вы понимаете, вот человек, который всю жизнь подъедается объедками со стола трех толстяков, он вдруг внезапно себя начинает позиционировать как Дон Кихот. Нет, ну почему? Почему, если умные люди, грамотные, мыслящие, пусть даже из клана крупной буржуазии, видят, что экономика страны катится к чертям. Мужик, приведи с собой еще тысячу человек незамазанных со своих потешных игр с преображенскими полками. Да нет, у него тысячи и незамазанных тем более. Все они замазаны 90-ми годами. Тогда не о чем говорить. Тогда не о чем говорить. Тогда продолжаем гнить. Сила, что товарища Сталина, что Петра Первого, что Ивана Грозного, что они нашли какой-то некий ресурс, каким образом взять где-то готовую команду людей, которые их защитят, в том числе, если надо, физически от удара табакеркой по голове, когда они начнут свои преобразования. Продолжаем гнить и ждем распада. Теоретически, я даже не теоретически, а я до сих пор уверен, что Владимир Владимирович Путин, если бы он в 2000 году вышел и сказал, ребята, на меня есть очень серьезный компромат, очень страшный. Я не знаю, как вы будете жить. Особенно я вам сразу говорю, что все, что вам сейчас покажут по телевизору, это все правда. Я действительно такой. Я детей не только в пупок целую, и не только детей. Я еще много чем занимаюсь. Но вы же понимаете, они меня сюда поставили для того, чтобы я облел их интересы. Но сейчас я вам скажу. В 2000 году Владимир Владимирович Путин выходит, это говорит, или в 2004. Ребят, ко мне мои верные патриоты, все, кто любит Россию. Я готов отдать свое кресло, я за него не держусь. Мы все эту страну любим, мы готовы ее спасти. Давайте. Нам нужен миллионный митинг на Красной площади. Я вам раздам списки буржуев на этом митинге. Он мог это сделать в 2002-2004. Ты знаешь такие исторические примеры? Иван Грозный. Иван Грозный, когда уехал в Александровскую Слободу, он примерно это и заявил. У него прокатило. КОНЕЦ КОНЕЦ